Итак, продолжим изучение экономических проблем социализма в СССР. Мы в прошлом году остановились на том, что изучили первую часть этой проблемы, которая была заглавлена «Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года». Суть этой дискуссии, причину вы помните, что необходимо было издать новый учебник по политической экономии. И в связи с этим было много дискуссий, было много предложений в этот учебник и так далее. И вот вынужден был Иосиф Виссарионович по поводу этих дискуссий высказать свое мнение. И мы с вами о многих экономических законах и о многих экономических проблемах в этих «замечаниях», как он их назвал, с вами ознакомились. Но на этом дискуссия, если так сказать, заочная, не закончилась. Некоторые товарищи, даже после опубликования этих замечаний, стали высказывать еще свое мнение, на которое Сталин также был вынужден ответить. И вот один из них, кому отвечал в первую очередь Сталин, был такой, как Ноткин Александр Ильич. И вот он этот раздел экономических проблем так и заглавил ответ товарищу Ноткину Александру Ильичу. Причем здесь он воспользовался тем, что те вопросы, которые были поставлены Ноткиным для продолжения дискуссии, он решил их разбить по пунктам. И так и в своем письме, которое также было опубликовано, он говорит, что отвечаю по пунктам. И так же и мы с вами рассмотрим сейчас по пунктам. Итак, что по пункту первому ответил товарищу Ноткину. Здесь он говорит, что в замечаниях, он их кратко называет те замечания, первую часть, которую мы с вами изучили. Имеется известное положение о том, что общество не бессильно перед лицом законов науки, что люди могут, познав экономические законы, использовать их в интересах общества. Мы с вами говорили, что произвольно законы как бы установить нельзя экономические, но там рассматривался этот вопрос, что их нужно познать и затем для их использовать это знание. И он отвечает Ноткину, вы утверждаете, что это положение не может быть распространено на другие формации общества, что оно может иметь силу лишь при социализме и коммунизме. Что стихийный характер экономических процессов, например, при капитализме, не дает обществу возможности использовать экономические законы в интересах общества. Вот так поставил вопрос Ноткин. Он отвечает ему, это неверно. В эпоху буржуазной революции, например, во Франции, буржуазия использовала против феодализма известный закон об обязательном соответствии производственных отношений характеру производительных сил. И низвергла феодальные производственные отношения, создала новые буржуазные производственные отношения и привела эти производственные отношения в соответствии с характером производительных сил, которые выросли именно в недрах предыдущего феодального строя. Причем буржуазия сделала это не в силу каких-то способностей, а потому что она кровно была заинтересована в этом. Феодалы сопротивлялись, но не вследствие своей тупости, а потому что они были кровно заинтересованы помешать осуществлению этого закона, то есть привести в соответствие производственных отношений к производительным силам. То же самое надо сказать и в социалистической революции в нашей стране. Рабочий класс использовал закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил, не спроверг буржуазные производственные отношения, создал новые социалистические производственные отношения и привел их в соответствие с характером производительных сил. Он мог это сделать не в силу особых своих способностей, а потому что он кровно был заинтересован в этом деле. Буржуазия, которая из передовой силы на заре буржуазной революции успела превратиться в контрреволюционную силу, всячески сопротивлялась проведению этого закона в жизнь. Буржуазия сопротивлялась причем не в силу своей неорганизованности и не потому, что стихийный характер экономических процессов толкал ее на сопротивление, а главным образом потому, что она была кровно заинтересована против проведения этого закона в жизнь. То есть буржуазия сопротивлялась приведению производственных отношений в соответствии с новыми, с развитием производительных сил. И после вот такого как бы сообщения он делает вывод, даже два вывода. Говорит, первое, использование экономических процессов, экономических законов интересов в интересах общества происходит в той или иной мере не только при социализме и коммунизме, но и при других формациях. То есть законы эти действуют при всех формациях. Второй вывод. Использование экономических законов всегда и везде при классовом обществе имеет классовую подоплеку. Причем знаменосцем использования экономических законов в интересах общества всегда и везде является передовой класс. Тогда как отживающие классы сопротивляют этому делу. То есть во всех формациях всегда двигал прогресс и использовал экономические законы в интересах общества всегда передовой класс. Разница в этом деле между пролетариатом с одной стороны и другими классами, когда либо совершившими на протяжении истории перевороты в производственных отношениях, состоит в том, что классовые интересы пролетариата сливаются с интересами подавляющего большинства общества. Ибо революция пролетариата означает не уничтожение той или иной формы эксплуатации, а уничтожение всякой эксплуатации. Тогда как революции других классов уничтожали лишь ту или другую форму эксплуатации. Вот разница, на которую он тоже обратил внимание. Что социалистическая революция решает вопросы всякой эксплуатации, в отличие от других. Вот что хотелось бы сказать по пункту первому ответа товарищу Ноткину. По пункту второму Сталин говорит Ноткину, вы утверждаете, что полное соответствие производственных отношений характеру производительных сил может быть достигнуто лишь при социализме и коммунизме, а при других формациях может быть осуществлено лишь неполное соответствие. И отвечает ему, конечно, это неверно. В эпоху после буржуазной революции, когда буржуазия разрушила феодальные производственные отношения и установила буржуазные производственные отношения, безусловно, было время, когда буржуазные производственные отношения полностью соответствовали характеру производительных сил. В противном случае капитализм не смог бы развиваться с такой быстротой, с какой он развивался после буржуазной революции. Нельзя принимать в абсолютном смысле слова полное соответствие. Их нельзя понимать так, что будто бы при социализме не существует никакого отставания производственных отношений от роста производительных сил. Производительные силы являются наиболее подвижными и революционными силами производства. Они бесспорно идут впереди производственных отношений и при социализме также. Поэтому производственные отношения спустя лишь некоторое время преобразуются применительно к характеру производительных сил. Как же, спрашивает Иосиф Иосиф Иосифович, в таком случае понимать слова полное соответствие? Их следует понимать так, что при социализме дело обычно не доходит до конфликта между производственными отношениями и производительными силами. Что общество имеет возможность своевременно привести в соответствие отстающие производственные отношения с характером производительных сил. Социалистическое общество имеет возможность сделать это, потому что оно не имеет в своем составе отживающих классов, могущих организовать сопротивление. Вот в чем разница при социализме от других формаций в взаимосвязанном отношении между производственными отношениями и производительными силами. Вот что по пункту второму хотелось бы сказать. Теперь по пункту третьему ответа Ноткину. Сталин говорит, из ваших рассуждений вытекает, что средства производства и прежде всего орудия производства, производимые нашими национальными предприятиями, вы рассматриваете как товар. Можно ли рассматривать средства производства при нашем социалистическом строе как товар? По-моему нельзя, отвечает Сталин. Товар есть такой продукт производства, который продается любому покупателю. Причем при продаже товара, товаровладелец теряет право собственности на него, а покупатель становится собственником товара, который может перепродать, заложить, сгноить его. Подходят ли средства производства под такое определение? Ясно, что не подходят. Во-первых, средства производства продаются в кавычках, это слово он дает, не всякому покупателю. Они не продаются даже колхозом, они только распределяются государством среди своих предприятий. Это во-первых. Во-вторых, владелец средств производства государства при передаче их тому или иному предприятию ни в коей мере не теряет право собственности на средства производства. А наоборот, полностью сохраняет его. В-третьих, директора предприятий, получившие от государства средства производства, не только не становятся их собственниками, а наоборот, утверждаются как уполномоченные советского государства по использованию средств производства согласно планов, преподанных государством. Поэтому, заключает он, как видно, средства производства при нашем строе никак нельзя подвести под категорию товаров. Почему же в таком случае говорят о стоимости средств производства, об их семистоимости, об их цене и тому подобное? По двум причинам, отвечает Сталин. Во-первых, это необходимо для калькуляции, для расчетов, для определения доходности и убыточности предприятий, для проверки и контроля предприятий. Но это все формальная сторона дела. Во-вторых, это необходимо для того, чтобы в интересах внешней торговли осуществлять дело продажи средств производства иностранным государством. Здесь, в области внешней торговли, но только в этой области, подчеркивает Сталин, только в этой, наши средства производства действительно являются товарами, они действительно продаются. Выходит таким образом, что в области внешне торгового оборота средства производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свойства товаров как по существу, так и формально. Тогда как в области экономического оборота внутри страны, средства производства теряют свойства товаров, перестают быть товарами и выходят за пределы сферы действия закона стоимости, сохраняя лишь внешнюю оболочку товара. То есть, вот это калькуляция, то что он говорил, для подсчетов, для расчетов и так далее, и так далее. Вот по третьему пункту, что нужно сказать о средствах производства как товара. По пункту четвертому, вы утверждаете, товарищ Ноткин, что закон стоимости оказывает регулирующее воздействие на цены средств производства, изготавляемых в сельском хозяйстве и сдаваемых государству по заготовительным ценам. Вы имеете при этом в виду такие средства производства, как сырье, например хлопок. Вы могли бы добавить к этому также лен, шерсть и прочее сельскохозяйственное сырье. Следует прежде всего отметить, что в данном случае сельское хозяйство производит не средство производства, а одно из средств производства, сырье. Нельзя играть словами средства производства. Когда марксисты говорят о производстве средств производства, они имеют в виду прежде всего производство орудий производства. То, что Маркс называл механическими средствами труда, совокупность которых можно назвать костной и мускульной системой производства. Составляющей характерные отличительные признаки определенной эпохи общественного производства. Поэтому ставить на одну доску часть средств производства, сырье, о котором говорится в этом пункте, и средства производства, в том числе орудия производства, значит грешить против марксизма. Ибо марксизм исходит из определяющей роли орудий производства в сравнении со всеми средствами производства. Всякому известно, что сырье само по себе не может производить орудий производства, хотя некоторые виды сырья и необходимы как материал для производства орудий производства. Тогда как никакое сырье не может быть произведено без орудий производства. И по поводу воздействия закона стоимости на цену сырья, производимую в сельском хозяйстве, является ли это регулирующим воздействием, как утверждает Ноткин. Сталин отвечает, оно было бы регулирующим, если бы у нас существовала свободная игра цен на сельскохозяйственное сырье, если бы у нас действовал закон конкуренции и анархии производства, если бы у нас не было планового хозяйства, если бы производство сырья не регулировалось планом. Но так как все эти, если отсутствуют в системе нашего народного хозяйства, то воздействие закона стоимости на цену сельскохозяйственного сырья никак не может быть регулирующим. Во-первых, цены у нас на сельскохозяйственное сырье твердые, установлены планом, а не свободные. Во-вторых, размеры производства сельскохозяйственного сырья определяются не стихией и не какими-либо случайными элементами, а планом. В-третьих, орудия производства, необходимые для производства сельскохозяйственного сырья, сосредоточены не в руках отдельных лиц или групп лиц, а в руках государства. Что же остается после этого от регулирующей роли закона стоимости? Выходит, что сам закон стоимости регулируется указанными выше факторами, свойственными социалистическому производству. Ну, закон стоимости тоже рассматривался в первой части, вы помните. Это вот что по четвертому пункту ответа товарищу Ноткину. По пятому пункту, говоря о рентабельности социалистического народного хозяйства, я возражал в своих замечаниях некоторым товарищам, которые утверждают, что поскольку наше плановое народное хозяйство не дает большого предпочтения рентабельным предприятиям, и допускает существование наряду с этими предприятиями также и нерентабельных предприятий, оно убивает будто бы самый принцип рентабельности в хозяйстве. В замечаниях также сказано, что рентабельность с точки зрения отдельных предприятий и отраслей производства не идет ни в какое сравнение с той высшей рентабельностью, которая дает нам социалистическое производство, избавляя нас от кризисов перепроизводства и обеспечивая нам непрерывный рост производства. Но было бы неправильно делать из этого вывод, что рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства не имеет особой ценности и не заслуживает того, чтобы обратить на нее серьезное внимание. Это, конечно, неверно. Рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства имеет громадное значение с точки зрения развития нашего производства. Она должна быть учитываема как при планировании строительства, так и при планировании производства. Вот такой ответ он дает по пункту о рентабельности. По пункту шестому. Неясно, как нужно понимать ваши слова, касающиеся капитализма. Расширенное производство в сильно деформированном виде. Вот такие слова у него в письме Ноткина. Нужно сказать, что таких производств, то есть он имеет в виду деформированном виде, да еще расширенных не бывает на свете. Очевидно, что после того, как мировой рынок раскололся, и сфера приложения сил главных капиталистических стран к мировым ресурсам стала сокращаться, то есть он имеет в виду, что возник Советский Союз, поэтому рынок уменьшился, и к мировым ресурсам доступ главных капиталистических стран стал сокращаться. Циклический характер развития капитализма, рост и сокращение производства все же сохраняется. Однако, рост производства в этих странах будет происходить на суженной базе, ибо объем производства в этих странах будет сокращаться. Ну, за счет того, что опять же уменьшился рынок, и уменьшилась за счет Советского Союза сфера приложения мирового капитала. Вот такой короткий ответ он дает на этот пункт шестой. И по пункту 7. Общий кризис мировой капиталистической системы начался в период Первой мировой войны, особенно в результате отпадения Советского Союза от капиталистической системы. Это был первый этап общего кризиса. В период Второй мировой войны развернулся второй этап общего кризиса, особенно после отпадения от капиталистической системы народно-демократических стран в Европе и в Азии. Первый кризис вперед Первой мировой войны и Второй кризис вперед Второй мировой войны нужно рассматривать не как отдельные, оторванные друг от друга самостоятельные кризисы, а как этапы развития общего кризиса мировой капиталистической системы. И далее. Является ли общий кризис мирового капитализма только политическим или только экономическим кризисом? Не то, не другое. Он является общим, то есть всесторонним кризисом мировой системы капитализма, охватывающим как экономику, так и политику. При этом понятно, что в основе его лежат все более усиливающееся разложение экономической системы капитализма с одной стороны и растущая экономическая мощь отпавших от капитализма стран СССР, Китая и других народно-демократических стран с другой стороны. Вот на этом он завершает, на этом рассмотрении общего кризиса капиталистической системы, ответы товарищу Ноткину на его обращения. Вот по таким семи пунктам он высказался.